В посёлке Красково установили мемориальную доску герою нашего времени Роману Захарову, погибшему в ходе спецоперации. Как прошло открытие мемориала, расскажет Анастасия Кладинова. За плечами Романа Захарова множество званий и боевого опыта. Он был милиционером, разведчиком и командиром. Всегда первый в рядах добровольцев на защите Родины. Убыл зону проведения специальной военной операции в апреле 2022 года. И спустя три месяца приехал на побывку домой. Но уже тогда знал, что в ближайшее время вернётся к боевым товарищам. Роман Захаров наш земляк. Человек, который, как говорил уже выступающий, участвовал во многих конфликтах, которые на протяжении последних 20 лет происходили на территории наших регионов. Достойно защищал честь, достойно защищал интересы государства. Это герой, герой нашего времени. Мемориал установили на улице Федянина, на доме 3, где жил Роман Захаров. Тёплые воспоминания звучат от каждого. Ведь своей добротой и готовностью помочь Роман завоевал любовь местных жителей. И сейчас на памятное событие собрались друзья и родственники военнослужащего. Немного же времени от предыдущего возвращения с командировки прошло. И он был рад. Он с каким-то жизненным позитивом пришёл. В плане того, что ему прямо хотелось жить, творить. Какие-то у него идеи появлялись. Но, к сожалению, захотел жить, но судьба иначе распорядилась. Это лучший мой друг. И у нас всё детство прошло. Вот где мы сейчас стоим. С детства у него всё это было. Мы школу заканчивали вместе. В институт поступали. Он ещё с института понял, что на первом курсе это всё не его. И он сразу ушёл в армию. Потихонечку, потихонечку. Всё у него дошло до того, что он понимал, что назревает конфликт. За долгое время он уже все вещи подготовил. У него были собраны то есть-то всё. Они сидели на мешках, можно так сказать. Роман Захаров погиб в бою 6 октября 2022 года, защищая новые рубежи на Херсонском направлении. Награждён медалью за отвагу и орденом мужества посмертно. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.